Сегодня мы учим Тору Леню Нишмат, Эфраин Двикре Эдзик Рубинов, Бе Мурад Малко, который скончался несколько месяцев тому назад. Этот урок организовала его дочь, госпожа Анжела, Рахмакадабоша, Эфраин Двикре Эдзик Рубинов, Бе Мурад Малко. Руаха шем тене хейну Баганеде. Значит, мы должны знать, что шаббат это является имя Бога, и также слово шалом это тоже имя Бога. Если человек находится в грязных местах, или нехороший запах возле мусорки, или человек находится в бане и в других грязных местах, нельзя там говорить слово шаббат шалом, потому что шаббат это имя Бога, шалом это тоже имя Бога. Написано в Иерусалимском Талмуде Масехет Брахот, что если человек соблюдает шаббат, это равносильно тому, что он соблюдает всю Тору. Это не значит, что теперь человек должен другие митсвы не исполнять, говоря, хватит мне то, что я соблюдаю шаббат. Но когда человек соблюдает шаббат, это равносильно тому, что он все 613 заповедей выполнил. Если, например, человек становится религиозным, он не знает, с чего начать. Что мне первое главное, что для него? Он говорит, я готов, дайте мне первую митсву, чтобы я начал соблюдать. Что он должен в первую очередь соблюдать? Первое то, что человек должен соблюдать, это шаббат-кодыш. Потому что шаббат, это считается фундамент нашей Торы. Есть, например, сейчас есть коронавирус, и много бизнесов закрытые, некоторые они иногда открывают, иногда закрывают бизнес несколько часов. И вы не знаете, этот бизнес, он обанкротился, или он откроется, когда все это закончится. Вы проходите, видите, что бизнес закрытый. Вы не знаете, он работает или не работает. И вдруг вы проходите через два месяца, и что вы видите? Что там у него вот эта вывеска уже убрали. У него, каждый бизнес, у него есть сайн. Иногда люди, старый сайн не меняет, неприятно заходить. То есть надо, чтобы человек имел хороший сайн. Но если вы видите, что этот сайн уже убрали, и написано store for rent, что важно означать? Что этот человек уже вышел с бизнеса. То же самое, если человек, иногда ошибки каждый человек делает, у кого много ошибок, у кого мало ошибок. Если человек соблюдает шаббат, шаббат это имеет три буквы на еврейце. Ше, Бе, Те. Ше означает, что человек обязательно в первую очередь должен соблюдать шаббат. Вторая буква Бе это что? Брит. Каждый еврей, мужчина должен иметь обрезание. И третья Те это что? Шаббат. Тафилин. Каждый мужчина должен завязывать филин. И Тора говорит нам, согласно двум свидетелям решается вопрос. Два свидетеля, что вы евреи. Первое, что в простой день обрезание и тфилин. А когда человек соблюдает шаббат, шаббат и обрезание, в шаббат мы тфилин не завязываем. И также праздники вы соблюдаете. Рошашано, Кипур, Суко. В эти дни мы тоже тфилин не завязываем, потому что праздники тоже считаются шаббат. Если Гояков мне принесет гмара, самая большая гмара называется Бабабатра. Там написано, Рашбам, страница 121 говорит, что шаббат это тоже, Йом Тов это тоже как шаббат. Вы знаете, в Союзе, когда мы молились, мы одно предложение пропускали. Вот когда мы говорим Барух Ши Амар, сразу после этого мы говорим Мизмор Ши Ли Амашават. Правильно? Спасибо. И мы в празднике это предложение пропускали. Мизмор Ши Ли Амашават. Я помню, как вчера, что когда мы в Союзе молились, это предложение Мизмор Ши Ли Амашават мы пропускали. Но мы должны знать, что это ошибка была. Почему? Потому что даже в Шаббат, даже Йом Тов мы должны это говорить, это предложение. Мизмор Ши Ли Амашават. Значит, вот здесь, если вы посмотрите, вот, Масахат Бабабатра, страница 121, пишет нам объяснение Раши и Рашбам, Рашбам здесь. Что пишет Рашбам? Объяснениях на Масахат Бабабатра. Вот здесь написано, очень-очень много вещей он пишет. Энн макадшим ехад башбат להיות швеи, шелу башбат, элэ ла ла олэм, ио швеи шаббати, балу кидош бэд, динавканам, мидихтим, мауадэ, Ашэ Митра. Ашэ, текроу оттум, микраэ кодэш. Шаббат, барэшит, караэ лэшбат, мишу, декол мауадод, нам ектив баэм шаббат. Все праздники, Рошано, Кипур, Суко, они тоже считаются как шаббат. Как написано, шаббат шаббатом. Поэтому мы должны знать, что когда человек, он соблюдает шаббат, он йомтов тоже должен соблюдать, потому что мы знаем таких людей, несколько человек я знаю, которые в шаббат не работают, но они праздники работают. Вы знаете, таких людей или нет? Они идут на работу. Они говорят, не обязательно это. Песах, они работают, Цукот, они работают, первые два дня, последние два дня. Почему? Они думают, что это не важно. Бог говорит, нет. В Перкеа вот написано, что если человек пренебрегает праздниками, даже если он много Тору знает и много митвы делает, у него на том свете, не дай Бог, продолжения нет. Итак, значит, мы знаем, что если человек соблюдает шаббат, это уже свидетельствует о том, что он полноценный еврей. И обязательно другие тоже митвы, но главное, какой шаббат. Гаомбе Вильна был большой рабай 250 лет назад. Его звали раби Ильяу из города Вильнюс. Есть такой город на Прибалтике, называется Вильнюс, и там проживал большой рабай. Его звали раби Ильяу из города Вильна. Мы говорим на русском Вильнюс, но на еврейце это говорят Вильна. Его не называли раба Ильяу, его называли Гаом. Гаом переводится гений. Сегодня каждый человек его называет гений, чтобы он радовался, что меня так назвали, но он был настоящий Гаом. Он очень и очень хорошо Тору знал с ранних лет, что он задавал вопросы учителям, учителям не могли ответить. И он знал Тору наизусть наоборот. Вы знаете, если вы знаете стихотворение какое-нибудь, я скажу, самое хорошее стихотворение, которое наизусть знаете, я хочу, чтобы вы сказали его наоборот. Последнее слово, предпоследнее слово и так далее. Вы можете сказать наоборот? Или, например, мы молимся, мы уже молитву наизусть знаем много лет. Теперь я скажу, давайте вы ашрешвавейтеха, самая популярная молитва, или знаете, одно предложение, вы можете это предложение сказать наоборот? Не сможете это сказать. Гаом Мавильна знал Тору наоборот. А зачем тебе знать наоборот? Что это дает? Это значит, что это было перед его глазами, как фотографическая память. Когда вы его спрашивали, сколько раз написано в Торе слово Хашем, или слово Баришид, или слово Исраэль, он точно, точно, быстро, быстро говорил. У него мозги были в миллион раз быстрее, чем компьютер. И вот этот мудрец Гаом Мавильна говорит, что когда в Торе написано, тот человек, который соблюдает шаббат, это равносильно тому, что он исполнил всю Тору, это одну минуту, каждую минуту, которую вы соблюдаете шаббат, каждую минуту, вы делаете 613 заповедей. Каждая минута шаббата прошла, 613, 613, 613, понимаете? Так вот Гаом Мавильна. Представьте себе, что женщина приготавливает себя, у нее, у сына намечается бармитва. До коронавируса, когда все было нормально, у женщины, у сына есть бармитва, она готовится к этому или нет? Как заранее она готовится к этому? Два дня до бармитвы? Десять минут до бармитвы? Сколько дней до бармитвы женщина готовится? Она себя готовит или сына подготавливает? Сына подготавливает. Как она его готовит? Сынок, чтоб ты каждый день завязывал твилин, чтоб ты каждый день шел в синагогу. Она так ему говорит или нет? Дай Бог, что она так говорила, потому что я знаю, что много женщин так не говорят. Они говорят, бачим? Она говорит, слушай, ты читаешь Тору или нет? Она говорит, бармитва, ты чир, я надеюсь, что вы хорошо его учите. Но ее главное волнение, что я надену на эту бармитву? Мачиме пушам, одмочмегу. Что я надену? Она говорит мужу, мне нечего надевать. Это, конечно, шутка, что одна женщина говорит мужу, слушай, мне, говорит, нечего надевать, забери, пожалуйста, меня в хороший магазин, купи мне одежды. Он говорит, тебе нечего надевать? У тебя столько шкафов, одежды, даже в магазине столько нет одежды. Ты говоришь, тебе нечего надевать. Она говорит, ты знаешь, уже неудобно, соседи это все видели. Он говорит, знаешь, давай мы переездим в другой район, там еще тебя никто не видел, сэкономим немного денег-то. Женщина готовится к бармитву своего сына. Месяц остался, мне нечего надевать, я еще не готова, она говорит. Она переживает, переживает, и она уже задолго, задолго до бармитвы уже готовится, что она будет надевать, какие туфли, какое платье. Она одевает платье и говорит мужу, ну, хорошее платье, не, не мещу, давай другое платье. Она думает, думает, одному чмегу. А мы должны знать, что шаббат намного-намного важнее, чем любая бармитва. Если она месяц до бармитвы уже готовится и думает, тем более, когда человек встречает шаббат, это намного больше человек должен быть готовен к шаббату. Вот, слава Богу, у вас уже двое сыновей женаты, правильно? Или трое? Двое сыновей ваших женаты. Вы помните, как вы ходили к своему кудо домой? Молодые встречались, они сначала по телефону разговаривали, и потом они вышли два-три раза, и потом ваш сын говорит, папа, я думаю, что здесь дела идут серьезные, и я вижу, что она хорошая девочка, мы друг к другу подходим вроде бы. Теперь пора родителям познакомиться. И кудо первый раз к нам домой приходит. Обычно мальчик идет к девочке домой, потому что вы просите их девочку, чтобы они отпустили ее, чтобы они выйдли замуж. И вот семья этой девочки, когда встречает кудо, у них дома туфли валяются или нет? Занавейские, они грязные или нет? Дома должно блестеть. Чувак, кудо чем я говорю? Кудо анда? У нас в бухарцах евреев очень и очень важно, чтобы у нас отношения между кудо были хорошие. Есть такие люди, особенно американцы, которые детей выдают замуж или женят, кудо анда вообще друг к другу не звонят. Есть такие много. Друг к другу не ходят. Ну, там, если вдруг какое-то лавойон, не дай бог, или свадьба, тогда они уже вспоминают, у меня есть кудо, я должен пойти. Но у нас, у бухарцах евреев, есть такие кудо, которые ближе, чем родные братья. Но слушайте, когда человек первый раз в жизни к вам приходит кудо, вы хотите, чтобы у него было хорошее воспечатление, потому что они приходят девочке домой. Если они видят, что дом не убран, значит, девочка, она лентяйка, и это очень и очень плохой знак. Они хотят, чтобы в доме была чистота, никакой пылинки, чтобы не было, чтобы все-все было хорошо. Они готовятся, кудо сейчас придут, они волнуются, переживают, моют полы, все-все красиво. Они готовят много видов обеда. Сделайте один сэндвич, все. Нет. А может быть, он не любит сэндвич. Что, сэндвич это обед, что ли? Они готовят один вид обеда, два вида обеда, пять видов, почему столько видов обеда? Если он не любит этот обед, может быть, этот захочет. Если это не хочет, может быть, тот, чтобы было разнообразие. И то же самое работает. Тысячи раз больше человек должен любить шаббат, и он должен готовиться к шаббату. Если у вас родился мальчик, или надо выкупить его от коэна, это называется пидьон обед. У бухарских бритмила, мы делаем пышный бритмила, правильно? Делаем большой-большой бритмила. Делаем пари, много-много шары заказываем, много обеда. Но не все люди, они так пышно справляют пидьон обед. Значит, пидьон обед? Не слышали? Пидьон обед означает, что если у вас родился мальчик, до него не был выкидыш, он родился натуральным путем, не через кесаро, он родился нормальным путем, вы не коэн, ваша жена не коэн, вы не леви, то вы должны через 30 дней, как родился ваш сын, коэну дать 5 серебряных монет. Потому что ваш первый сын, по идее, вам не принадлежит. Он принадлежит коэну. И бачима бахочим, поэтому шутерку, они были как коэны, но из-за того, что евреи сделали золотого цельца, и там первенцы тоже участвовали, хоть даже не все евреи поклонились золотому цельцу, там были эре-врав в основном, из-за того, что евреи молчали, не остановили их, Бог говорит, все, теперь коэны будут главные, и теперь они делают вашего сына работу, и вы должны теперь дать коэну пять серебряных монет. Вот, через сколько дней, как он родился, почему не сразу на восьмой день заодно, и обрезание, и это все, зачем два раза парить делать, два раза людей тревожить, потому что, если ребенок, он слабый, иногда он умирает в грудном возрасте, если он слабый так сильно, он обычно 30 дней не живет, если он 30 дней ребенок прожил, большая вероятность того, что он еще будет жить дальше, поэтому, если, например, ребенок не дожил 30-дневного возраста, он умер 28 дней, вы коэну деньги не даете, вот такой закон, это называется пидьон-абен, выкуп первенца, когда мы, бухарские евреи, делаем обрезание, мы делаем это пышное обрезание, делаем пари, обрезание надо делать утром или вечером? Теперь, если, например, ребенка сделали обрезание в час ночи, это считается или нет? Это считается или нет? Или надо сделать атафат-дамбрит? Что такое атафат-дамбрит, если обрезание неправильно сделали? Например, кто обрезание сделал, шаббат не держит. Есть такие люди, реформисты, шаббат не держат. Есть одна женщина в Нью-Джерси, она живет с женщиной, женщина живет с женщиной много лет, она берет за обрезание 2000 долларов. И мне послали видео, как она обрезание делает, она, ее обрезание не считается. А теперь ребенку сделали обрезание, что теперь? Тора говорит, ты должен позвать кошерного Моэля, и он должен порезать и вынести кровь, это называется атафат-дамбрит. Если обрезание неправильно сделали, или обрезание сделал тот, кто шаббат не соблюдает, или какой-то доктор, нееврей, сделал обрезание ребенку, хоть даже он правильно все сделал, все правильно порезал, это не считается обрезанием, надо сделать атафат-дамбрит. Вы поняли, да, что такое атафат-дамбрит? Или иногда рождается ребенок, он уже обрезанный. Я знаю таких детей, которые они рождаются обрезанными. По моим расчетам, сколько вы сказали бы процентов таких рождаются? Я думаю, 2-3% детей рождаются обрезанными. Мы знаем несколько таких людей. В этом случае надо сделать то, что называется атафат-дамбрит. Теперь, когда рождается ребенок, мы должны сделать обрезание утром. У нас есть два правила. Первое правило – зарезин магдемин ла митцвот. Шустрые люди быстро делают митцвы, рано-рано. Второе правило – баров ам адрат мелех. Тем больше людей, тем больше уважения для Бога. Теперь, утром вы сделаете обрезание, в 7 часов придут 10 человек. А если вы сделаете к вечеру, до захода солнца, придут 300 человек. Что важнее – сделать утром, но зато мало людей будет? Или сделать попозже, но будет много-много людей участвовать? Что важнее? Хатам Суфер говорит, зарезин магдемин ла митцвот важнее, чем бров ам адрат мелех. Лучше сделать обрезание утром, хоть даже будет мало людей, чем сделать это вечерком. Вы хотите заодно пари сделать? Хорошо, делайте пари на здоровье, но вы знаете, в чем беда? Люди будут танцевать, мужчины и женщины вместе. Вот в чем беда. Большинство людей, которые делают обрезание вечерком, у них намерение какое? Чтобы люди остались, потому что уже никто на работу не торопится. И мы будем танцевать, будем веселиться. Если это отдельно-отдельно танцуют мужчины, женщины отдельно танцуют, барухашим. Но много раз мы что видим? Они вместе танцуют, и это очень большой грех. Значит, когда у человека рождается мальчик, он намерен сделать обрезание, как он готовится к этому? Сколько человек готовится к свадьбе? Когда Бог дал шаббат, он сказал, Моша, дорогой Моша Рабейну, иди скажи моим детям, евреям, что у меня в сокровищнице есть большой подарок. Если, например, возьмете человека, который, он работает уборщик, он моет полы, он в ресторане все чистит, он работает в ресторане уборщик, и он говорит, у меня есть сейф дома, и у меня там есть какая-то интересная вещь. Что вы уже можете от него ожидать? Он моет полы, у него что-то такое необычное может быть или нет? Даже если это необычно, это обычно недорого стоит. Он моет полы, он уборщик, он мало зарабатывает. Есть, например, богатый человек, у него 100 миллиард долларов, он говорит, идем, я хочу тебе показать мой сейф. Там намного интереснее больше вещей будет, правильно, чем если этот уборщик вам откроет свой сейф. Но есть, например, Бог вам говорит, сам Бог, у меня, говорит, есть сокровищница, и там есть подарок. Что вы уже можете ожидать? Что за подарок там есть? И Мошен Абена говорит, Бог, а что это за подарок? Бог говорит, это подарок, шаббат. Это самый-самый большой подарок от Бога, это шаббат. И написано, что есть несколько вещей, которые нам напоминают Ган-Эден. Одна из 60% Ган-Эдена. И одна из этих вещей – это шаббат. Кто хорошо соблюдает шаббат, вкусная еда, все дома чисто, жена, дети рядом, идете в синагогу, у вас много-много знакомых, вы поете, все чистые, нарядные. Это, говорит Тора, 1,6% Олам Аббаха Ган-Эдена. Вот кто хорошо, правильно соблюдает шаббат, это 1,6% Ган-Эдена. Значит, мы должны знать, что в сейфе вы прячете там самые-самые дорогие вещи. У человека есть дома место, где он деньги свои охраняет, или бриллианты, или золото. Один человек рассказал мне, говорит Раббай, вот этот Раббай, много людей его знали, я его знал так немного, его звали Раббай Нисимьяген. Этот человек был очень-очень сильный Раббай, и много людей он сделал религиозными, он когда разговаривал, люди дрожали от, как он разговаривал. Вы, наверное, знаете, перевели его книгу, которая называется «Тропинки света». Это его дети, его ученики, у него много было кассеты, я много слушал его кассеты на иврите. Он на иврите говорил, он на английском очень мало говорил, на русском он ничего не понимал, но его ученики, его дети, его слова, которые он кассеты Девре Торо делал, они написали и потом перевели это. И вот эта книга, которая называется «Кохашель Шаббат», «Сила Шаббата». Раббай Нисимьяген, блаженной памяти, он скончался почти 20 лет тому назад, ему было 57 лет. Он скончался в очень молодом возрасте, но сколько он сделал полезного. Их несколько братьев. Один человек мне рассказал, говорит Раббай Нисимьяген, что его жена всегда его просит, пожалуйста, купи мне бриллиант, купи мне, пожалуйста, алмаз, купи мне на день рождения бриллиант. В конце концов он купил очень и очень красивое кольцо. И когда он приходит в синагогу, он ей на праздник купил кольцо, и он ожидает, чтобы жена на праздник Песах уже одела это кольцо. И потом он говорит жене, а где кольцо, почему ты не надела? Если кольцо не по размеру, тогда она должна попросить, чтобы он отнес ювелиру, чтобы они сделали, чтобы хорошо было кольцо. Но это кольцо было под ее размер. А он приходит и видит, что она не одела. Он говорит, а где кольцо? А он говорит, там я его поставил, я там спрятал его куда-то. Не одевает, не использует этот подарок. И вот поэтому мы должны знать, что Бог дал нам подарок, но много людей не хотят этот подарок. И они думают, что шаббат – это не дай Бог мучение, потому что они не привыкли. Или они живут среди нерелигиозных, они не знают, что такое шаббат. Шаббат – это подарок от Бога, который он вынес от своей сокровищницы. Сокровищница, где человек держит самые дорогие вещи. Теперь здесь написано, что человек, когда встречает шаббат, он должен быть нарядным, чистым. Нельзя надевать одеждой, которую вы в простой день надеваете, клетчатой рубашкой или джинсой. Шаббат человек должен надевать костюм-брюк. Он должен надеть белую рубашку, он должен надеть хорошие туфли, чтобы человек чувствовал разницу. Есть такие люди, которые всю неделю они не работают, как, например, рабаи или знатоки Торы, они всегда имеют одну и ту же форму, потому что они не работают. У них постоянно шаббат. Но Тора говорит нам, в шаббат человек должен иметь другие одежды, чтобы показать, что шаббат спешл. Есть такие люди, у которых цицит – другое на шаббат. В простой день они цицит одевают, а шаббат у них другой цицит. Спешл – красивее намного. Поэтому шаббат – это называется онеги, это считается удовольствием. Есть такие люди, которые, женщины, они в шаббат встречают, знаете, усталые, не от души готовятся на шаббат. Почему есть такие женщины, которые, когда слышат шаббат, у них настроение падает? Они говорят, я должна много готовить, я должна убираться. Есть такие женщины, которые от души это делают. Они говорят, хулобо шкурма шаббота баджом яурдеем, киммеры сакинэ бейн розо, боякаф тэг зуронда хулован момба бодонак. Есть такие женщины, которые, они любят встречать шаббат. Они готовят много обеда, они чистят дома, они от души это делают. А есть такие женщины, когда слушают шаббат, или они слово Песах слышат, некоторые женщины, уже у них настроение падает. На Песах, ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Как вы думаете, с чем это связано? Почему есть такие люди, которые они от души делают, а есть такие, которые у них настроения нет? Почему так? Я думаю, из-за двух причин. Может быть, их мужья им не помогают. Или помогают, может быть, они занятые, а может быть, эти женщины сами занятые, не успевают. Есть такие женщины, которые очень и очень busy сегодня. Они намного дольше работают, чем их мужья. Они говорят своим мужьям, слушай, это в Союзе было, что женщина дома сидела, она могла всё делать. А здесь Америка, я тоже не успеваю, ты мне должен помогать. И поэтому много раз бывает в семье, иногда спор появляется. Когда женщина, она тоже работает, долго, много и много, она мужу говорит, ты мне не помогаешь. Много раз я слышу женщины говорят, he doesn't help me, он мне не помогает. Надо, чтобы мужчины тоже помогали женщинам. Надо, чтобы мужчины ценили, говорили жене, вау, какой вкусный обед. Есть такие мужчины, которых я знаю, что они очень много жалуются своим женам. Этот не пойдёт, что ты сделай, это неправильно, иди учись, как надо готовить. Здесь, когда женщина видит, что муж не ценит то, что она делает, и она возле огна стоит, там очень жарко, то ей уже неинтересно, понимаете? Значит, почему женщина, она не от души это делает? Первое, потому что ей никто спасибо не говорит. Второе, потому что ей никто не помогает. Третье, потому что она не верит, что Бог ей сдаст за это награду. Она не видит результат. Она думает, если я сейчас буду соблюдать шаббат, завтра к нам должен прийти от Бога. Чек! Миллион долларов подарок от Бога. Но Бог говорит, пожалуйста, когда вы делаете митвы, не думайте, что вы завтра из-за этого разбогатеете. Вы будете иметь награду в том мире. Иногда в этом мире тоже, но в основном эта награда будет на том свете. Несколько лет тому назад я увидел две семьи, которые жили в Америке, А эти две семьи жили рядом друг с другом. Двое мужчин, оба ходят в синагогу, они рано встают молиться, одевают шляпу, большая кипа, цицит, завязывают самый-самый хороший тфелин, и они постоянно изучают Тору, и они отправили своих детей учиться в Яшиве. Это называется Магадрин, Мина Магадрин, лучший из лучших. Две религиозные семьи. Эти две семьи послали своих детей в одну и ту же Яшиву, и вот, когда эти дети уже выросли, один из них продолжал учиться и стал большой рабой, но второй сын, вторая семья у них, второй сын, он начал работать в больнице, он был религиозным, но он решил пойти работать, он стал работать в больнице, он был как медбрат, Пиэй, и потом он строчил там одну девочку, христианку, и он стал христианином, и он на ней поженился. Человек, который учился в Яшиве. Мы знаем немало таких девочек, которые учились в Яшиве, и они вышли замуж за испанцев. Я помню, когда я учился в Яшиве, мне было 14 лет, только мы сюда в Америку приехали, у нас была Яшива, и я не хочу говорить имя, это была очень известная Яшива. Были девочки, которые в Яшиву приходили с юбками, но когда уже Яшива заканчивалась, что они делали? Они юбки снимали, а там уже были брюки. Эти юбки были очень длинные, и никто не знал, что там у них брюки есть. В Яшиву они проходили, потому что папа говорил, идите в Яшиву. Павли скул, ганда мишетон. Но когда они уходили из Яшивы, некоторые девочки, они уже юбки снимали, ходили в брюках. Значит, если человек, он ходит в Яшиву, и он там учится, но уже он приходит домой, или на улице выходит уже другая атмосфера, он идет в Яшиву, не от души учится, под палку его гонят, уже это долго не устоит. Поэтому, когда эти двое семей, почему один стал такой большой рабой, а другой стал христианин? Он говорит, потому что, когда твой папа делает митвы, и он уф-уф-уф вздыхает, и не от души это делает, сын говорит, мне такое мучение не надо. Много детей, вы их заставляете, но когда они уже выходят из дома, они уже все выкидывают. Почему? Потому что они это все делали, потому что родители их заставляли. Надо показать любовь, что Тора – это не мучение, это наоборот привилегия, что ты можешь Богу служить. Мы, Худохан, продолжим наши рейсы в следующий раз.